Спасибо вам. Искренне поздравляю всем. А теперь, пожалуйста, присядем и поговорим. Говорить Евдокия Никифоровна любит о творчестве, о политике, но еще больше любит рассказывать о своей жизни, ведь у нее за спиной множество историй, приятных и не очень. За 90 лет Евдокия Никифоровна перенесла и потери, и предательство, и разочарование. Но в свой юбилей женщина обо всем об этом говорит с легкостью в душе. Нет ни слез, ни волнения. Это история, которая сделала ее такой, какая она есть. Все ведь бывает. Ну, как говорится, и ломали крылья, но не могли вот у меня сломать. Я все равно добивалась того, что я хотела, не любила, когда льстили, и не любили, когда на людей клали, если можно так сказать, ложь какую-нибудь. А споры были, я всегда защищала. И никогда не оскорбляла людей. Вот. И себя не позволяла. О лже и клевете Евдокия Никифоровна говорить не случайно. В 1941 году ее отца обвинили в измене родине. И вместе с семьей на пять лет выслали в Сибирь. Там молодая девушка работала на шахте-откаччицей. После войны и срока ссылки Замахова пошла учиться. Стала чертежницей. А в 1947-м переехала в город Канск, где вышла замуж. Но на этом ее путешествия по стране не закончились. В конце 50-х она попала в Ленинградскую область и начала бороться за справедливость. Ей удалось снять с себя клеймо «Дочь врага народа». Она доказала невинность отца. Последние 25 лет Евдокия Никифоровна живет в Видном. И здесь не складывает руки. Пишет статьи и благодарит соцзащиту, что не дают сидеть на месте. Вот и сегодня первые поздравления принимает от работников соцслужбы. Эта миссия очень почетная, очень важная, потому что государство помнит их подвиг перед страной, перед родиной. И по-разному бывает каждый месяц. В этом месяце у нас 8 юбиляров. Сегодня вот пришли Евдокию Никифоровну поздравить. Она у нас труженик тыла. Очень много лет в Ленинском районе живет и трудилась. Семья и память о родителях – одно из самых важных в ее жизни. Сейчас все свое время она уделяет правнукам. У нее их трое. И планирует дожить до 100 лет, как пророчил отец. Когда я родилась, папа первые дни там не заходил. И как я не знаю, папа, я вообще-то его тятю зову. У нас это закон. Когда я папа называю, мне кажется, это чужой человек. Зашел в спальню, где детская, посмотрел, смотрел и говорит, душенька, жить тебе до 100. Беседу прерывают телефонные звонки. Время к полудню и все больше поздравлений от друзей и родных, которых Евдокия Никифоровна всегда рада видеть в гости. Юлия Погосян, Константин Рулов, Ольга Садовская. Видное ТВ.